2 апреля ООН объявляет днем по распространению информации по проблеме аутистов. Это всемирный флешмоб, он пройдет по всему миру. Это день официально объявленный днем по распространению информации по проблемам аутизма именно ООН. Это очень важный день. Это очень важный день не только в нашей стране, это очень важный день во всем мире. В этот день граждане всего мира поддерживают тех, кто имеет проблемы именно состояния аутизма, проблемы встраивания текущего общества. Аутизм это признанно ООН, мировым сообществом, это не болезнь. Это люди другие, но общество текущее должно этим людям помочь жить своей жизнью, обычной жизнью, встраиваться в общество. И для этого нужно как можно больше распространять информацию, что такое аутизм. С этой акцией мы выйдем снова синими шариками. И эта акция в прошлом году, она у нас была мега успешной. Мы получили огромное количество, огромное количество видео, фотоматериалов. В этот момент к нам примкнуло огромное количество людей. В этот момент к нам примкнули сторонники снова. И в этом году мы должны добиться тех же результатов. Во-первых, показать всему обществу, что ДВК не перестает бороться. Во-вторых, снова выйти с нашими синими шариками в поддержку мировой глобальной акции. И снова продемонстрировать обществу наше присутствие на протестной площадке. Мы это будем делать во всех городах. И понятное дело, что шарики запускать, ну, это проще, да. В прошлом году мы делали это в разных местах. То есть мы не собирались в каком-то одном месте. В этом году я предлагаю собраться где-то в одном месте, обозначить места и действительно, чтобы было понятно, что это и как, что мы вышли именно в поддержку этой глобальной акции. И я предлагаю все-таки брать какие-то плакаты, потому что вот аутизм — это не политическая акция. Аутизм — это социально значимая акция. Ее проводит весь мир. Я предлагаю, значит, делать плакаты с отсылкой на ООН и выходить именно с этими плакатами, что мы поддержим детей. Конечно, нам известно отношение Дореги Назарбаевой к детям, которые, к детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями. Я считаю, что нужно время от времени детей вводить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни преждевременной. И детей этих уродов показать инвалидов. Пусть смотрят. Я представляю, что они там могут себе придумать и так далее. Но наш долг оставаться гуманным обществом и поддерживать подобные акции, тем более, что они являются общемировыми. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал «1612» и «Не верите сказкам Хабара». Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы «1612» в Instagram и Telegram. «Симон»! «Симон»!